Самопознание для меня является очень важным и ценным, потому что оно помогает мне выразить свои мысли, узнать, чего хочет настоящее мое сердце, то есть внутреннее мое «я». Мне нравятся темы дружбы, чести, ну и любви, так как, думаю, дружба – это один из таких интересующих тем в нашей жизни, да и, в принципе, она важна. И, в принципе, все темы, которые мы изучаем на Самопознании, формируют меня как личность и как человека. Каждая группа получит свое задание. Первая группа – вам такой вопрос. Что бы вы сделали для того, чтобы стать уверенными и успешными? Создайте, пожалуйста, постер. Вторая группа – вам такой вопрос. Какие поступки украшают, по вашему мнению, хорошего человека? Для вас, ребята, инсценировка. Пожалуйста, проинсценируйте небольшой такой маленький сюжет. Хорошо? Молодцы. И третья группа – вам такое задание. Через рисунок вы должны передать, что делает человека счастливым. Пожалуйста. Учителя Самопознания используют различные виды нестандартных уроков. Это уроки размышления, уроки беседы, уроки фантазии, уроки, на которых ученики учатся понимать свой внутренний мир, уроки, на которых учащиеся учатся оценивать, анализировать свои поступки, мысли, слова, уроки, на которых учителя учат учащихся ставить перед собой жизненные цели, творчески подходить к своей личности, совершенствовать свои положительные качества, преодолевая отрицательные. И в конечном итоге учащиеся получают человеческие ценности, такие как доброта, истина, самооценка, достойный образ жизни. За нашу команду буду отвечать я. Мы считаем, что самые главные качества успешного человека – это его трудолюбие, уверенность, успешность, целеустремленность. И мы с командой считаем, что все эти качества относятся к успешному человеку. Алло, привет. Да. Девушка, вы обронили. Спасибо вам большое. Спасибо вам за вашу внимательность, за вашу честность, за вашу отзывчивость. Не каждый бы человек смог отдать монету мою, которую я потеряла. Это моя самая ценная монета. Мне ее подарила моя бабушка. Как хорошо, что на этой планете есть такие порядочные люди, как вы. Люди, творите добро. От нашей группы вы выступлю я. Мы счастливы, когда семья наша вся в сборе. Мы счастливы, когда мы изучили новый урок. Мы счастливы, когда у нас по всем урокам только одни хорошие оценки. Мы счастливы, когда нам купили новый ноутбук. Мы счастливы, когда нам купили новую книгу. А еще я хочу добавить от нашей группы, что счастье не только в деньгах, но и от того, что светит солнце, поют птички и много других счастливых вещей. Я хочу, чтобы в жизни было много таких счастливых моментов. Молодцы, ребята, вы перечислили все качества успешного и умного человека. Здорово! Мне очень понравилось то, что вы в своем рисунке выразили все то, что делает действительно вас счастливыми. На этом предмете не выставляются оценки, что еще раз дается возможность себя чувствовать очень комфортно, раскованно. И очень часто этот предмет дает возможность детям быть толерантным, быть терпимым к другим, потому что через познание себя можно познавать других людей и позволять им быть такими, какие они на самом деле. Очень много творческих детей, очень. В каждом ребенке есть какая-то изюминка, которую нужно найти, разглядеть и развить. Вот в этом мне помогает предмет совопознания. Мы, учителя, имеем свой профессиональный взгляд, который может рассмотреть душу ребенка, рассмотреть то солнышко, которое есть у каждого, и сделать это солнце намного больше и ярче, помочь ребенку определиться в этой жизни, найти свое место, понять, для чего мы рождены, в чем смысл этой жизни. Дети учатся любить, сочувствовать, поддерживать друг друга. Учатся говорить о себе, о своих поступках, о своих качествах, принимать людей такими, какие они есть. Очень здорово, что в нашей школе Казахстана есть такой предмет, как самопознание. Хотелось бы отметить труд педагогов. Действительно, дети приходят домой воодушевленные, захлеб рассказывают, о чем они говорили на уроке. Мы вместе выполняем задания, я вместе с ними как бы молодею. Перед вами лежат смайлики, на которых вы должны написать особые характеристики, которые свойственны только человеку. Человек умеет ценить, благодарить. Человек способен простить. Человек умеет думать, способен любить и может изменить себя и весь мир. Человек умеет мечтать. Человек способен творить. Человек может делать открытия. Человек умеет думать. Человек способен любить. Человек желает миру добра. Человек умеет доверять, способен мечтать, желает сохранить природу. Человек умеет созидать, может добиваться целей и способен творить. Я думаю, что главное в жизни – это то, что человек родился. То, что он может изменить себя, помочь кому-то, быть ответственным к своим обязанностям, трудиться и уметь брать заботу на себя, о своих близких. Я считаю, что в нашем мире нужны коммуникации, быть более разговорчивым, эмоционально-интеллектуальным. И добиться этого нам помогает самопознание урок. На самопознание мы заряжаем позитивом детей. После самопознания им уже гораздо легче, допустим, изучать русский или математику. Когда мы разбираем тексты на литературе, что такое хорошо, что такое плохо. Вот уже имеющиеся знания с самопознанием им помогают распределить по полочкам, как нужно поступать, а как нет. Чувствуя ответственность перед детьми, каждый учитель должен ежеминутно заниматься саморазвитием, воспитывать себе и развивать духовность, человечность, чтобы можно было достойно передать это своим подопечным деткам. Я считаю, что в будущем все мои мечты и все мои планы сбудутся. И для меня откроется еще множество дверей, множество вопросов, вещей, которые потом я хочу разгадать. И это у меня обязательно получится. Красиво в жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.